Однажды кто-то сказал, создателям Хаббла нужно поставить памятник в каждом крупном городе Земли. И на самом деле, заслуг у него очень и очень много. Так, например, при помощи этого телескопа астрономы получили снимок очень далекой галактики UDFJ 3954-6284. Галактика удалена от нас на 13,4 миллиарда световых лет. То есть Хаббл увидел звезды, которые существовали более 13 миллиардов лет назад, через 380 миллионов лет после Большого взрыва. Этих объектов, вероятно, уже давно нет в живых. Мы видим лишь свет давно погибших светил и галактик. И все же, при всех своих достоинствах, Хаббл является технологией прошлого тысячелетия. Его запустили еще в 1990 году. Само собой, за прошедшие почти 30 лет технологии шагнули далеко вперед. Технологии, о которых и не мог мечтать телескоп Хаббл в свое время. Но умело вместил в себя его преемник, телескоп Джеймс Уэбб. Что же в нем особенного? Какими инструментами он обладает? И что благодаря этому он сможет увидеть? Неужели телескоп настолько хорош, как о нем говорят? Что ж, давайте узнаем. Новый телескоп весит чуть больше 6 тонн. Для сравнения, Хаббл имеет массу 11 тонн. Но если старый телескоп по габаритам можно сопоставить с грузовым автомобилем, то новый сравним с кортом для тенниса. Его длина достигает 20 метров, а высота, как у трехэтажного дома. Самая крупная часть Джеймс Уэбба – огромный противосолнечный щит. Это основа всей конструкции, созданная из полимерной пленки. С одной стороны ее покрывает тонкий слой алюминия, а с другой – металлический кремний. Противосолнечный щит имеет несколько слоев. Пустоты между ними заполняет вакуум. Это нужно, чтобы уберечь аппаратуру от теплового удара. Такой подход позволяет охлаждать сверхчувствительные матрицы до минуса 220 градусов по Цельсию, что очень важно, если говорить о наблюдении за далекими объектами. Дело в том, что несмотря на совершенные сенсоры, они могли не увидеть объекты из-за других горячих деталей Джеймс Уэбба. В центре конструкции огромное зеркало. Это надстройка, которая нужна, чтобы фокусировать пучки света. Зеркало их выпрямляет, создавая четкую картинку. Диаметр основного зеркала телескопа Джеймс Уэбб равен 6,5 метров. Оно включает в себя 18 блоков. Во время старта ракеты-носителя эти сегменты будут находиться в компактном виде и раскроются лишь после выхода аппарата на орбиту. Каждый сегмент имеет 6 углов. Это сделано, чтобы оптимально использовать имеющееся пространство. А круглая форма зеркала позволяет лучше всего фокусировать свет на детекторах. Для изготовления зеркала выбрали берелий. Относительно твердый металл светло-серового цвета. Среди преимуществ такого выбора то, что берелий сохраняет форму даже при очень низких температурах, что очень важно для корректного сбора информации. А сейчас рассмотрим основные инструменты телескопа нового поколения. Пожалуй, начнем мы с МИРИ. Это прибор среднего инфракрасного диапазона. Он включает в себя камеру и спектрограф. За счет сенсоров этого прибора астрономы надеются рассмотреть красное смещение далеких объектов, звезд, галактик и даже небольших комет. Космологическим красным смещением называют понижение частот излучения, которое объясняется динамическим удалением источников друг от друга из-за расширения Вселенной. Что самое интересное, речь идет не просто о фиксировании того или иного удаленного объекта, а о получении большого объема данных о его свойствах. Второй инструмент. НИРКАМ или камера ближнего инфракрасного диапазона. Основной блок формирования изображения телескопа. Предполагает, что с помощью этого инструмента можно будет создать карту темной материи, используя так называемый метод гравитационного линзирования, то есть нахождение сгустков темной материи по их гравитационному полю, заметному по искривлению траектории недалекого электромагнитного излучения. Третий инструмент под названием НИРСПЕК. Без спектрографа ближнего инфракрасного диапазона невозможно было бы определить физические свойства астрономических объектов, таких, например, как масса или химический состав. НИРСПЕК может предоставить спектроскопию среднего разрешения в диапазоне длины волн. Прибор состоит из множества ячеек, имеющих индивидуальное управление, что позволяет концентрировать внимание на конкретных объектов, отсеивая ненужное излучение. Четвертый инструмент состоит из двух частей – FGS и НИРИС. Это пара, состоящая из датчика точного наведения и устройства создания изображений в ближнем инфракрасном диапазоне. За счет датчика точного наведения – FGS – телескоп сможет максимально точно выполнять фокусировку, а за счет НИРИС намеренно провести первые орбитальные испытания телескопа. которые дадут общее представление о его состоянии. Также предполагается, что устройство формирования изображения сыграет важную роль в наблюдении за далекими планетами. Когда Джеймс Вебб будет выведен на орбиту, то его местонахождение также будет разительно отличаться от всех остальных телескопов. К примеру, Хаббл находится на низкой околоземной орбите, то есть вращается вокруг Земли на высоте примерно 570 километров. Джеймс Вебб будет выведен на гало-орбиту в точке Лангранжа L2 системы Солнца-Земля. Он будет вращаться вокруг Солнца, и в отличие от ситуации с Хабблом, Земля не будет ему мешать. Но в связи с этим сразу возникает проблема. Чем дальше находится объект от Земли, тем сложнее с ним связаться. Следовательно, выше риск его потерять. Поэтому Джеймс Вебб будет перемещаться вокруг светила синхронно с нашей планетой. При этом удаление телескопа от Земли составит полтора миллиона километров в противоположную от Солнца сторону. Для сравнения, расстояние от Земли до Луны составляет примерно 385 километров. То есть, если аппаратура Джеймс Вебб выйдет из строя, починить ее, скорее всего, не получится. Разве что в удаленном режиме, что накладывает серьезные технические ограничения. Поэтому перспективный телескоп делают не просто надежным, а сверхнадежным. Именно с этим отчасти связаны постоянные переносы даты запуска. И вот мы подошли к самому важному вопросу. Что же увидит телескоп Джеймс Вебб? Новейшие технологии и аппаратура позволят ему сконцентрироваться на очень древних и холодных объектах, которые Хаббл при всем желании не может увидеть. Ведь старость, она такая. Так вот, новый телескоп узнает, когда и где появились первые звезды, квазары, галактики, скопления и сверхскопления галактик. Но, пожалуй, одно из самых интересных находок, который способен сделать новый телескоп, это экзопланеты. Обнаружение миров, похожих на Землю и пригодных для обитания. Если быть точнее, речь идет об определении их плотности, что позволит понять, какой тип объекта перед нами и может ли такая планета быть потенциально обитаемой. С помощью Джеймс Вебба научное сообщество сможет собрать много информации о массе и диаметрах далеких планет, а это откроет новые данные и о родной галактике. Оборудование телескопа позволит выявлять холодные экзопланеты с температурой поверхности до 27 градусов по Цельсию. Джеймс Вебб сможет находить такие объекты, находящиеся на расстоянии более 12 астрономических единиц от их светил и удаленные от Земли, на расстоянии до 15 световых лет. Серьезные планы касаются атмосферы планет. Так, например, телескопы Спитцер и Хаббл смогли собрать информацию примерно о 100 газовых оболочках. А вот новый телескоп сможет исследовать по меньшей мере 300 атмосфер разных экзопланет. Другой важной целью телескопа станут древние галактики. Сегодня мы уже достаточно много знаем об окрестных галактиках, но все же еще очень мало о тех, что появились в очень молодой вселенной. Хаббл может видеть вселенную такой, какой она была спустя 400 миллионов лет после Большого Взрыва. А обсерватория Планк наблюдала космическое микроволновое излучение, которое возникло спустя уже 400 лет после Большого Взрыва. Джеймсу Уэббу предстоит заполнить пробел между ними и выяснить, как выглядели галактики в первые 3% космической истории. Новый космический аппарат обещает стать достойной заменой Хаббла и позволит ответить на вопросы, которые остаются тайной за семью печатями до сегодняшнего дня. В настоящий момент телескоп как никогда на грани завершения и является символом международного проекта, что побудило людей не только ожидать его завершения, но и создать что-то оригинальное. К примеру, мастерская WebArt мастерит интересные картины, напоминающие зеркало телескопа. И похоже, что у них отлично получается. Изобретение, благодаря находчивости авторов, легко транспортируется и собирается с помощью магнитов. Этот подарок станет по-настоящему приятен не только тем, кто любит космос, но и ценителям оригинального стиля. Картину можно заказать любых размеров и форм. С тематикой космоса и живописи. Обязательно загляните на их страничку, там есть на что посмотреть. Ссылка будет в описании. Но прежде ответим на важный вопрос. Когда? Когда же новый телескоп отправится в космос? Сейчас вы почувствуете деживю. Поскольку телескоп подвергается почти ежегодным задержкам и увеличению бюджета с момента его создания в 1996 году. К сожалению, это происходит из-за новых проблем в системах, которые обязательно нужно исправить. Итак, новая дата. Март 2021 год. Если вам от этого грустно, то оставьте большой печальный смайлик в комментариях, который, вероятно, сможет выразить ваше негодование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok